Всем доброе утро! Время 10.46. Встала сегодня поздно и сразу загружаю для вас влог, чтобы материал был на канале. А я тем временем, пока все это дело загружается, быстренько соберу постель. Готово! Несмотря на то, что я жуткая мерзлячка, сегодня даже жарко мне. Нет, представляете, я решила надеть вот этот вот тулунчик, который я заказывала с Шейн за 5 долларов. Прикиньте, там была горячая распродажа. Я его заказала за 5 долларов и сейчас он стоит 17. Так что спокойно могу его носить дома, как домашний костюмчик. Он очень приятный на ощупь, смотрится классно. Буду делать макияж. У меня два тона. Мне очень нравится этот от Буржуа, но, к сожалению, оттенок мне не подходит. Он слишком темный, это 51. Поэтому я его разбавляю этим от Макс Фактор и получается просто супер. Камера немножко криво стоит, но как смогла, так и установила. Буду краситься и параллельно с вами болтать. Будем наносить тон, капельку Буржуа и такую же капельку от Макс Фактор. И я наношу просто пальчиками, как это делали в древности. Мне удобнее всего так. Вот сколько кистей спонжей я перепробовала, все равно мне удобнее наносить просто пальчиками. Я, с одной стороны, так рада, что в Ютюбе нету фильтров. И мы такие, какие есть. Зрители видят блогера с недостатками, с неровностями кожи. И все-таки человек избавляется в каких-то комплексах и понимает, что идеальная кожа бывает очень редко. Я считаю, что это очень хорошо. Когда в Инстаграм заходишь и листаешь ленту, смотришь, сколько идеальных людей, все с фильтрами, но ты на подсознательном уровне все равно считаешь себя какой-то не такой. Я не знаю, как вы, но у меня это работает. А в Ютюбе нет. В Ютюбе заходишь и понимаешь. Кстати, о Ютюбе. В Ютюбе появляется новая функция. Не знаю, когда она дойдет до нас. В общем, в Ютюбе можно будет писать комментарии и закреплять их. Например, вы можете заплатить 5 долларов. Это не бесплатная функция будет. Вы можете заплатить 5 долларов, и ваш комментарий будет в самом верху, и я не могу его удалить. Но денежки с этого комментария какой-то процент будет капать блогеру. Это, конечно, хорошо. Эта функция будет доступна всем. Но пока что она будет на Западе. Будут смотреть, тестировать, а потом уже это все дело дойдет до нас. Но я, если честно, особо не парюсь из-за этого. То есть что-то плохое напишут. У меня обычно негатива не так много. У меня очень лояльная аудитория, очень добрая. Наоборот, думаю, хорошо. Какой-то дополнительный заработок для блогеров. Кто захочет, кому это надо закрепить свой комментарий, тот сможет это сделать. Прикольная функция. Хотя фиг знает, может, никто и закреплять не будет свои комментарии. Там этот комментарий будет отображаться другим цветом. Он будет отличаться от всех остальных комментариев. И его нельзя будет удалить. Но, наверное, там уже будут встроены какие-то фильтры, чтобы нельзя было написать какое-то оскорбление. Иногда бывает, например, человек пишет постоянно под всеми видео один и тот же вопрос, на который блогер не хочет отвечать. Зритель закрепит этот комментарий, ты уже вынужден будешь отвечать на него. Такая вот новая функция. Но посмотрим, она еще будет тестироваться. Я думаю, до нас еще дойдет не скоро. Потому что даже спонсорство сначала появилось у американских блогеров, а затем уже все дело дошло до нас. Я беру свою палетку, которая прошла Огонь и Воду и Медные Трубы от Революшн. И еще беру вот эту палетку от Зоева. Последнее время делаю макияж исключительно этими палетками. Я хочу их закончить, добить до конца. Здесь у меня закончилось два оттенка. Правда, один оттенок я из другой палетки сюда уже спрессовала. Прессобачила, как говорится. Чем я делаю макияж, я особо не показываю, потому что вы это все дело видели много раз. Вот прикиньте, сколько всего я успела и видео только сейчас загрузилось. Хотя у меня видео загружается за 7-8 минут, потому что у меня очень хороший интернет. Раньше за 2,5-3 часа загружалась. Буквально 3-4 взмаха. И вот получились такие реснички. Это новая тушь от Essence. Вообще супер, мне кажется. Посмотрите, какие длиннющие просто ресницы. Это я еще сильно не напрягалась. Нанесла в один слой пару взмахов. Вот такой результат у нас. В прошлый раз я покупала зелененькую тоже от Essence, а сейчас вот такую оранжевую. Но она тоже ничуть не хуже, как вы видите. И самое главное, в магазине перепроверяйте, не сухая ли она. В прошлый раз я купила, пришла домой и поняла, что она высохшая. А это нет. Это хорошая. Ну все, я нарядилась. Каждое мое утро начинается с макияжа. Если я собираюсь снимать для вас мукбанк. А сегодня, как только я встала, несмотря на то, что я встала поздновато, я сразу прям, знаете, с таким вдохновением встала. На улице такая обалденная погода. Хочется что-то делать, творить, снимать. Вот. Поэтому быстренько прямо делась. Я все это успела буквально за час. В 11 встала, в 12 уже буду снимать для вас мукбанк. Мама как раз спускалась вниз и забрала заказ. Это роллы с чукой и еще шурма. Очень вкусная в хлебе. Как пахнет, такой аромат стоит. Быстренько надо бежать снимать мукбанк. Вот такой аппетитный стол у меня получился. Только соус мне положить некуда. Не помещается. Вот, наверное, пока что полежит он где-то за кадром. А потом в процессе, когда я буду кушать, уже буду убирать. Читаю тут комментарий. И Екатерина Александровна пишет комментарий, что стоит пойти купить еще гейт-лаки, если хочется. Ну, раз люди так пишут, значит можно. Сегодня вечером пойду куплю себе пару гейт-лаков. Стоит мне буквально 15 минут прилечь, как твикс тут, как тут. Это его любимое место. Ну, понятное дело, зимой любимое место, потому что я теплая. И он, видимо, так грелся. Использовал меня в качестве батарейки. А что ты будешь солнышко летом делать, когда будет жара? Как ты будешь на мне лежать? Я почитала комментарии под вчерашним влогом и немножко даже вдохновилась. Я поняла, что вам интересно моя обычная, обыденная, скучная жизнь. Это, конечно, очень радует и очень приятно. Вот честно вам могу сказать, это вчерашний влог, который я снимала, я на середине думала, блин, надо все это удалить, кому это интересно. Я сейчас смотрю по просмотрам, за час этот влог набрал 7 тысяч. Вы знаете, иногда я в ютюбе натыкаюсь на каналы, где снимают тоже влоги, причем очень интересные, насыщенные, показывают красивую, дорогую жизнь. Я смотрю на эти влоги и думаю, блин, почему у тебя так мало просмотров? А у меня обычная, скучная жизнь среднестатистической азербайджанской и лесгинской семьи. И люди смотрят, людям это интересно, это, конечно, очень круто. Я смонтировала и кинула видео на сегодня и смонтировала видео на завтра. Так что материал у меня есть, время тоже, погода на улице хорошая, я решила прогуляться. Почитав комментарии, я поняла, что я со спокойной совестью могу пойти купить себе еще пару оттенков гирлака. Я все-таки решила поменять, у меня два вот таких вот практически одинаковых цвета. Я решила оставить тот, что посветлее, а тот, что потемнее, пойти поменять. Но дело в том, что у меня нет чека, я не знаю, куда я его делала или взяла его вообще там или нет. Я надеюсь, что мне поменяют, хотя... На мое удивление, в магазине без никаких проблем мне поменяли гель-лак на другой, даже без чека. Я долго топталась, думала, какой цвет взять, смотрела на палитру, думала, вообще надо дома решать, какой цвет ты возьмешь, потому что у меня материалы есть, видео есть. Я вот не знала, какой взять и в конце взяла пару оттенков дома, покажу вам, какие именно. И еще она мне показала вот эту палитру, это уже другие гель-лаки, стоят немножко дешевле и не все цвета есть в наличии, как она мне сказала. Да, у меня очень понравился нежный зеленый, но что-то наподобие этого у меня уже есть. Здесь цвета интереснее, я бы сказала. Вот этот желтый какой классный, опять блестки, как они мне нравятся. В общем, цветов много, есть из чего выбрать. И, конечно же, хотела вам показать лампу. Посмотрите, какие они огромные, мощные, стоят недорого. Особенно вот эта мне понравилась, посмотрите, какая она большая. Это просто огромная, то есть стоит брать. Но пока что у меня просто есть лампа, поэтому я потоптала домой. Домой! Погода просто супер, девчонки. Это прям нечто, ни жарко, ни холодно. Прям в такую погоду нужно гулять. Я была вот так одета в кроссовках, но мне все равно было жарко. Давайте покажу свои находки. Свой улов, так скажем. Взяла три шампуня от фирмы Клэр. Мы пользуемся только им. Когда я меняю шампунь, у меня появляется перхоть. Поэтому я сразу взяла три. Вот такой против перхоти для окрашенных. Просто против перхоти. И питающий шампунь. В общем, три. И гейлайки. Один я, получается, поменяла. И два взяла новых, супер ярких. Сейчас буду выкрашивать и покажу вам какие цвета. К моим красоткам добавилось еще три супер экстравагантных оттенка. Супер необычных. Сейчас буду разукрашивать и покажу вам особенно желтый. Такой перламутр, как из 90-х. В общем, необычный цвет. Это все сюда, в коллекцию. В непросушенном виде второй слой. Это уже 107 оттенок. Выглядит вот так. Если честно, в тюбике он выглядит немножко иначе. Сейчас вам покажу, и вы поймете, в чем дело. В тюбике просто он выглядит вот так вот, поярче немножко. Но ничего, такой цвет пусть тоже будет для разнообразия. Иногда буду делать пару ноготочков. Можно делать такими. А этот оттенок, наоборот, приятно удивил. В один слой нанесла такой зеленый. Мне он очень нравится. Я люблю яркие ноготочки, даже если они ни под что не подходят. Это оттенок сотый. Вообще, если присмотреться, то каждый оттенок красивый по-своему. И некрасивых цветов нет. Даже этот желтый, который изначально мне не понравился. Я сейчас к нему присмотрелась. И думаю, что-то в нем интересненькое есть. Просто некоторые цвета нужно наносить в два слоя. А какие-то в один плотно ложатся. Вот эти блестки, например, два слоя необходимо. Но тоже очень красивый такой эффект аквариума получается. Это у нас оттенок 126. И вот так выглядит моя палитра. Теперь в ней появилось три новых оттенка. Особенно мне нравится этот зеленый. Следующий будет точно зеленый. Хотя нет. Следующий я должна сделать красный, потому что у меня мероприятие. А потом обязательно сделаю зеленый. Он очень летний, такой яркий. Топчик. Да, вообще все оттенки очень красивые. Вот такая вот палитра у меня получилась. Теперь у меня 12 оттенков. Но это только от Джефф. У меня еще есть 23 оттенка гель-красок от ткани. Они тоже обалденные. Можно сказать, последние 4 года я делала покрытие гель-лак только с ними. Но вдруг я решила зайти и попробовать вот такой. И мне он понравился больше. И все. Уже этими не хочется пользоваться. Поэтому я перешла на эти. Но иногда буду использовать эти тоже. Например, оттенки, которые есть здесь. Их нету там. Поэтому удобно. Но и это не все. Еще у меня есть от Blue Sky вот такой обалденный. Зеленый такой нежный, пастельный. В общем, здесь тоже есть у меня. Жена брата тоже на дому. Решила делать себе гель-лак. И она мне всегда говорит, я себя умела делать так, как ты. Я бы никогда в жизни не ходила бы в салон. И в общем, она мне говорит, давай не будем покупать одинаковые оттенки. И не будем покупать слишком много гель-лаков. Те номера, которые есть у тебя, их не буду покупать я. И наоборот, будем меняться. Потому что, по идее, один цвет нам пригодится в году один раз. Поэтому это как-то нерационально. Я сказала, окей. У меня вообще много цветов. Говорю, я покупать вообще не буду. И вот купила. И продолжаю покупать. У меня очень много цветов. Даже в одном магазине меня спросили. Говорят, вы, наверное, мастер. Я говорю, нет, я любитель. Какой мастер? Заодно решила все гель-лаки протереть. Протираю ее безворсовыми салфетками со спиртом со всех сторон. Получается просто отлично. Приятно держать в руках. И в следующий раз, когда я беру, например, баночку гель-лака для нанесения покрытия, уже намного приятнее ее держать в руках. И ничего вокруг не пачкается. Раньше я протирала обычными влажными салфетками. Но я не советую вам так делать. Потому что там, на краю баночки, остаются ворсинки, которые в конце окажутся на ваших ногтях. Поэтому лучше брать как раз-таки безворсовые салфетки. Они просто выручают на ура. Я так все аккуратно раскладываю в этот органайзер. Очень удобно. Я его беру просто с собой, когда начинаю делать маникюр. Значит, у меня кани в два слоя. Джефф у меня вот здесь. Аблюскай и все остальное здесь. Здесь есть и Синдзи, и Блюскай. И масло для кутикул. У меня еще здесь место остается. Кое-что для дизайна тоже запихаю сюда. Все аккуратно разместила. Все протерла. Каждую баночку. Ничего не липкое. Теперь закрываем. И убираем на месяц. Потому что я еще со своим маникюрчиком еще месяц буду гонять. И мама тоже. Мама тоже недавно я делала. Я сейчас лежала, смотрела свои старые влоги. Которые я снимала еще на прошлую камеру. Но теперь уже этой камеры нету. Только вот эта. И на той камере у меня такая гладкая кожа. А это вот любая точечка на вашем лице. Эта камера обязательно подчеркнет и покажет. То есть очень четко снимает. И это немножко даже минус. Но с другой стороны у людей, кто по ту сторону экрана не будет комплексов, что у них неровный тон лица. Вот посмотрите. У всех у нас такое лицо. И чего? Живем. В общем я уже потихоньку буду спать. Время 12 минут первого. Я, наверное, влог получился очень коротким. На монтаже еще посмотрим. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что смотрите мои видео. Я сама смотрю свои влоги. Вот старые. С удовольствием. Как будто я чьи-то влоги смотрю. Реально. Проходит время. Смотришь на себя со стороны. Вроде бы та же комната, та же Айка. Но интересно. Я реально не помню, что я там делала. Вот. Я надеюсь, что вы тоже с таким же удовольствием смотрите мои видео. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. Не забывайте подписываться. Всем пока.